здравствуйте остановился я в городе екатеринбурге поначалу хотел остановиться в челябинске но в магазины которые я посетил велосипедные не требовались люди как ремонтники так и продаваться консультанты и была проблема со вписками со съемом жилья потому что съем жилья там планировался на 19 20 число июля до него нужно было где-то вписываться плюс найти работу чтобы снимать это жилье поэтому я решил продолжить путешествие сначала в казахстан точнее через казахстан в омск до омска доехать там поискать работу но знакомый по вписке меня отговорил потому что там как он сказал омске искать работу еще хуже чем в челябинске поэтому я решил поехать в екатеринбург может быть работы здесь побольше побольше вариантов ну действительно вариантов побольше другое дело что все равно проблемы и возникают к примеру у меня отсутствует пока что ннн отсутствует страховое свидетельство ну и омс это в принципе не смертельно главное что ннн и страховое свидетельство дело в том что я потерял паспорт в прошлом году еще в прошлом году вместе с ннн и страховым свидетельством со снилсом поэтому паспорт я восстановил и нн и страховое я пока еще не восстанавливал соответствии с этим мне нужно еще восстановить и нн страховое свидетельство чтобы устроиться на официальную работу до этого я не официальный виде работу соответственно сейчас я тоже не официально подрабатываю без нн и без снилса на официальную работу меня не берут потому что мне их нету хотя я говорю то что если я начну работать я их оформлю но видимо их это не устраивает плюс еще не устраивает то что у меня и мало официальная работа была официального стажа виде видео которое я выкладываю показаны моменты из путешествия в основном это дороги небольшие рассказы о самом путешествии небольшие города рассказывать о городах ну буквально занимает на несколько секунд эти рассказы в самих городах я не снимал практически и о них особо ничего не рассказывал то есть в основном о дорогах рассказывал и о состоянии дорог что могу сказать но сейчас я вот екатеринбурге остановился чтобы работать чтобы заработать денег продолжить путешествие на будущий год есть вам хотя бы понравится виды дорог которые я понаснимал вот эта дорога на волгоград до белой калитвы как видите обочина не сильно большая асфальтированная машин трафик не особо большой я даже сказал маленький сейчас конечно поменьше чем буквально полчаса назад машин тогда ехала больше сейчас вообще практически нету по сравнению с тем моментом вот так вот блять я и еду до города ершова вот такая дорога обочина намного лучше но и на ней трясет блять я где-то 50 процентов все дороги видел только вот такую дорогу это на ершов это получается на уральск границы казахстана сколько и не ремонтировали ну ремонтировали ремонт но от этого ямочного ремонта только никакого еще хуже ну вы слышите как под колесами машин эти ямы шумят соответственно можно понять что эти ямы создают точнее эти заплатки даже ямы тоже там все создают такой вот эффект что подвеску убивает дорога на уральск имеет хорошее покрытие но кучу ямко то есть в принципе может быть скорость но за счет того что это не может тормозить движение многие водители даже выбирают объездную дорогу которая находится слева или справа сейчас я не могу снять потому что сейчас не проезжаю буквально минуту назад проехала несколько машин как именно по объездной если двумя руками ехать и в принципе объезжать все эти кочки и ямки то в принципе все нормально будет вполне может хорошо так разогнаться ну вот есть такие вот ямки некоторые ямы прямо на всю ширину дороги тем не менее эти все ямы это вся страшная дорога вроде как лучше чем дорога от Энгельса до до ну до Азинок до самых там вообще жуткая дорога вообще кошмар еще более-менее буду добираться я уже преодолел сейчас ямки все мешают кнопки на компьютере и посмотреть вот кстати может быть слышно проезжают проезжают фуры проезжают машины некоторые от границы казахстана с россией это 25 километров до таскалы после таскалы уже идет и ремонт дороги и вот такая дорога относительно хорошая в то время как около уральска происходит ремонтные работы о замене полотна старого установки нового полотна дорожного самом уральские дороги не побоюсь этого слова похожи на дороги оаэ то есть объединенных арабских эмиратов такие же такие же ровные такие же прямые но по крайней мере на первый взгляд может быть там чуть подальше будет похуже но то что я вижу сейчас именно такие ассоциации велопокатушка в городе уральск вот позади люди мотоциклисты очень тяжелые подъемы здесь в республике башкактастан машины в такие подъемы сами поднимаются не особо быстро говоря уже о велосипедистах груженных по максимуму вот сейчас собственно посредим за одной из машин как она поднимается в гору а нет она сворачивает ну ладно ветер дует как раз со стороны гор то есть подниматься еще тяжелее просто подниматься тяжело а тут еще тяжелее поэтому проезжаю по по 50 максимум 70 километров в сутки больше я не могу проезжать причем километров 20 проезжаю уже в конце суток зума ближе не сделать это максимальный который у меня есть на фотокаме на камере Дорога из Салавата или Салавата на Стерлитамак Очень хорошая дорога Причем это объездная дорога То есть не трасса Машин не так много Они соблюдают скоростной режим В принципе все достаточно гармонично В самом Салавате Салавате Заговариваюсь Очень спокойно Очень комфортно Курортный город Возможно Из-за всей этой курортности Иногда бывает скучно Здания такие Пятиэтажки Панельные Но не убитые Не страшные Вполне ухоженные Так что советую Посетить Салават Я подъезжаю Купе Тут на мосту Пробка Перед Салаватом Вилаю Ну и погода Меня встретила Не особо хорошо Пасмурно Немножко дождик Зацепил Вышел из строя Велокомпьютер Тут даже дело Не в датчике Первый раз Когда Перед поездкой Собственно Перед этой поездкой У меня Отказал Велокомпьютер Там Проблема была Именно в датчике Он немножко Перекрутился И перестал работать А тут уже непонятно В чем дело Я датчик Опять разобрал Пощелкал магнитом По нему Результаты никакого Не реагирует Велокомпьютер И вот я поеду Новый велокомпьютер Покупать Стреллспорт Вписка Вписку я нашел На Warm Showers .org Это Сайт Для Велопутешественников Типа Каучшерфинга Нашел я В принципе С трех С трех Четырех попыток Там То есть Из трех Четырех людей Причем Одна из девушек Которая Которая Я обратился Порекомендовала Другую девушку Которую я тоже Обратился Все Это Урал И Я решил Подняться Тут На небольшую Возвращенность Чтобы Поснимать Виды Потому что Я проехал Их Эти виды Не сфотографировал Может быть Отсюда Будет виднее Не сфотографировал Не так уж Виднее К сожалению Может быть Чуть Подальше Пройду Эх Тоже не особо Хорошо видно Ну По крайней мере Вот это Видно Высота Большая Вон Дорога Идет Дорога Возвращение Возвращение